там две тысячи человек у меня быстро я уже на вечеринке но у меня вечеринка выгон психология кладбище выгон ждали да что ты ну заходите пока заходите друзья счет я быстро итак продолжим друзья у очень видимо скучная серия блять раз уж пришлось сделать проду но вы я к сожалению первую часть я выложу после того как проведу вот эту вторую и так давайте я сделаю вот так может быть да уже вечеринка вот как я уже сказала очень хотелось мне чтобы юлечка мешко навела мешко правильно сказал мишку нихуя затупила в моменте так все ладно я очень хотела чтобы антон навела суету на юля была за рулем и не смогла навести суету вы их к сожалению да друзья не благодарите просто я подумала что лучше так чем переносить на завтра первую часть до выложу позже и так тут подъезжает машина что мы видим мы видим участниц я вижу тину франк вижу жукову жукова очень любят вечеринки скалопуха выглядит вообще абсолютно не очень я никогда с ней не общалась но ее поведение это просто полный пиздец я вот так вот хочу сказать и никак иначе ну никак иначе не рассказать я просто знаете представляю если бы на их сезон ворвался прошлый сезон или кто-то там с пацанок до раскуетил бы им дверь стеклянную ну типа шума по голове погладил как ей в догонку пизды не далее я у я удивляюсь девочки идут на исправление я вам клянусь здесь у нас появляется какой-то парень темнокожий парень выходит из машины я думаю кто же это кто же победительница всех сезонов начиная 2016 года по 2022 лазутина лазутина топ конечно это 10 из 10 блять не знаю как она не напилась до того состояния чтобы начать там вливать рогать и так далее я никогда не следила за ее жизнью но я с вот так как я смотрела пятый сезон я же знаю кто такая лазутина поэтому вот что было тогда что сейчас изменилась только блять прическа честно и к пингвин блять да ну вы же вот матильда матильда наша появляется здесь на этой вечеринке потому что вилки явно становится скучно и матильда думает что ей пора выходить наружу вилка горит какая оружие награды и бать еще какая не очень я поняла почему как так случилось что вилка сколопухой как-то там куда-то чего-то ну это была не вилка знаете это была матильда матильде мы все прощаем правильно правильно я тоже так считаю вообще в целом вечеринка прошла ну более чем нормально ну порезвились девочки но никто никого не бил правильно ну кроме сколопухи ну там седьмой сезон что это чья женщина это чья женщина сидит на диване заберите ее кто-нибудь короче ну типа мне кажется если бы вот ну с другой стороны если бы не было сколопухи прикиньте ну чё бы учить дела седьмой сезон а так как девочки там некоторые блять дали джазу поболее чем кто-либо когда-либо конечно все сидели стояли лежали и охуевали в жизни вот ну там благо матильде пизды никто не дал нормальные спустили со стола все супер сколопендра какая-то бешеная у меня фобия на сколопендр сразу хочу сказать низ не слежу за ней но раз письку покажи пишут мне да чтобы блять сейчас разве что вот мне непонятно куда вот это вот ее татуровка блять это вот на лице делать возможно она прикрывает ее вот это вот волосы это называется волосами ну короче не знаю раньше она выглядела по симпатичнее если честно я натыкалась у нее в тиктоке что сейчас не происходит для меня это большая загадка но и мне одновременно похуй знаете но она пришла в очередной раз опозорилась зачем хотя вроде кто-то даже хорошо не отзывался я помню как-то было дело и я когда видела и в тиктоке она прекрасно выглядела все было хорошо все супер что же ты блять ведешь себя так как будто тебя в просто одну держали и как будто и реально где-то держали не кормили не поили блять и тут она пришла и такая и все пиздец ну не очень понятно короче дверь зачем-то расхватила ну как бы тут я думаю что сейчас выйдет лаура даст всем пизды и все пойдут лягут спать но нет нася с лерой пошли зачем-то перевернули столы как уже говорила оля в мой двадцать девять копеек ну вы меня балуете спасибо большое как уже сказала оля в своем эфире что у нас маша переворачивала столы может еще с кем-то не помню вот и ну это это какая-то странная замашка если честно я не понимаю такого ну а тем более окей ладно машу могу оправдать мы находились в на этой же локации в этом же месте здесь и сейчас мы никуда не уходили но вы ушли с вечеринки вернулись дом потом вам резко блять ебануло моча в голову вы такие ай да хуя часть столы из пошли спустились вышли из дома ну это как бы небольшой ну не маленькие расстояния я вам хочу сказать вы не забывайте да что я могу об этом сказать поставлять я знаю какие там расстояния и зачем было проделывать такой путь а то есть когда они идут за ними же идут камеры камеры их обгоняет но и я уверена стопудово что это была затея не леры а затея насти как раз таки вот опять же для чего опять же экранное время вот такая вот история ну короче это было максимально животное поведение она мне очень сильно не понравилось и вряд ли я вам сразу скажу вряд ли у меня что-то поменяется к насте поэтому слушайте мой бесконечный хейт в ее сторону пока он реально заслужен заметила заметила что не заметила ронни вообще я не понимаю почему и не показывают возможно дело в том что дело близится к выгоду как многие знают да ронни рано покинула проект но вроде как приблизительно там на что-то какая-то там ну семь восемь девять неделя но никак не три блять не четыре ну может пять но не не знаю короче когда это будет но все прекрасно уже знают что это будет это ни для кого не секрет почему и не показывают тоже непонятно ну типа вы же нахуя то ее взяли если вы не показываете раскрытие и истории так вы покажите вообще хоть что-то с ронни что что вы вечно обходите стороной не по ним я требую ронни блять хочу знать все так приступим к выгону выгону который был для меня очень непростым выгнали моего краша мой золотую крестинку скажу так выгнали ее но типа рассказали вот эту историю да ну типа нам этого не показали блять опять же да у нас было очень много моментов которые не засняты в нашем сезоне сейчас говорю про наш который которых не было заснято и навсегда говорили чего чего как нам говорили чего не снят этого не было ну типа как то так ого спасибо большое мне спасибо большое за донат спасибо большое это кто это не ты спасибо большое мне не пишет к сожалению имя простите пожалуйста но мне безумно приятно честно вот примерно на 2000 рублей короче ну типа с выгоном я согласна окей да то что рассказали это борщ ну типа пиздить вашу мамку это борщ но давайте опять вернемся к 6 сезона почему а блять вот и хейстеры уважаемые пожалуйста не вырывайте нахуй слова мои из контекста дальше буду говорить про тайну но умоляю не вырывайте слова из контекста я сравниваю исключительно персонажей исключительно за какие-либо поступки связанные с проектом никак это не является никаким прямым блять и посылом нахуй сейчас писать танец что я тут ее говном поливаю я надеюсь я все правильно объяснил вот смотрите кристину выгоняют на третьей неделе за то что она накинулась на мамку их типа бухая таня на девятой неделе бьет ли лицо человеку ему накладывают три шва и таню не выгоняет кристина сергеевна наш спасибо большое тебе от кристины сергеевна же вот ну типа вот вот я конечно блять понимаю новые пацанки нельзя было немножечко ну как бы вы либо блять поддержите кристину еще до дайте и черную ленту 2 0 и 4 давали вообще заебись у него все было почему нельзя дать ленту почему выгоняет за такое человек пришел с этим бороться и как нам говорили редактора чего не снято того не было блять а ну как вы нам это докажете да тем более нагреты я не помню ну да она не подошла не извинилась ну блять ну вот такой она человек ну типа по нему по ней видно что есть стыдно есть стрёмно прям очень как бы ну блять короче я не понимаю я в смятении естественно вот так как нам показывают естественно да я с выгодом согласна да она накосячила там и так далее и тому подобное но я считаю что кристину можно было еще подержать и более того я вам скажу мне кажется что ее вернут во первых об этом блять из каждого утюга почему-то пишут многие уверены в том что вернут видели рекламку где там сидят девочки у типа у киры покрашены волосы блять это называется не покрашены волосы это называется корни отросшие это так вам от блондинки немножечко рассказов кристина сейчас вообще абсолютно никак не справится жизнью самостоятельной но она вернется к тому с чего начала что она успела бля за три недели тут вообще что она успела абсолютно ничего и сейчас она вернется в этот мир где вот на нее сейчас обрушилась дохуища хэйта непонятно по какому поводу ну мне лично непонятно вокруг миллион провокаторов а провокаторов каких вот я вам расскажу после проекта очень многие пытаются выебнуться за счет нас очень многие в клубе да в энджой хуи жой куда бы ты ни пошел пытаются на тебя кинуться кидались на ларису меня провоцировали на драку на меня кидалась телка она стояла ну я не буду пиздеть метрах шести от меня с какой-то одной девочкой я стояла с подружкой с полиной и с пакетом и она все давай одично она держала олю мою ольгу кравцову блять держит ее я говорю отпусти она щас щас я говорю отпусти ее и оля говорит отпусти меня и тогда все успокойся я говорю ты можешь ее отпустить блять это моя девушка что ты ее блять держишь на моих глазах ну ты ебангу отпусти ее и после этого ей ну это девушки не понравилось что-то из моих речей я не знаю где было не права блять в этот момент она отошла метров за 6 встала за спину своей подруги и как овезьяна начала там выебываться прыгать из стороны в сторону и кричать иди сюда иди сюда чё ты я вот так стою с этим пакетом а я трезвая абсолютно я стою с этим пакетом нахуй ты мне нужна ты сейчас хочешь чтобы я к тебе подошла на тебя обратили внимание ты дашь мне в лицо и потом будешь полжизни этим кич часа но я не дам тебе такую возможность если тебе надо иди сюда я и прям грунта вот я стою пожалуйста подходить но но типа она не подошла она не подошла блять а и я как бы тоже к ней не подошла хотя в какой-то момент я уже дала по линии пакеты сканат подержи каячь блинами горит и чудно на прикольный что это блять куда я такая ну да скиньте карту крис сейчас я вам и скин потому что не дождусь комментариев так сейчас я о дождусь заранее спасибо да донат за донаты я стараюсь для вас поэтому вот такая ситуация короче вот это я к тому что очень много провоцируют люди после проекта а так как крис и еще ну она не понимает как вести себя вне да это может очень сильно стать проблемой для нее вот вот что я думаю поэтому исходя из всего этого ее следовало бы вернуть на проект вот что я думаю но выгнали ну типа заслуженно до базара без дальше у нас идет психология а что там была за психология там что-то какие-то колбочки склянки меня очень насторожила лиза лиза до этого говорила что она не пила и не курила я думала что у нее есть проблемы с наркотиками честно я об этом думала потому что объясню почему сколько сливали вот этих вот видосов и стримов с этим типом там как бы во многих моментах она ведет себя чуточку неадекватно я не скажу что я прям включала и смотрела я просто видела вот эти обложки и как мне показалось по этим обложкам что она не в себе чуть-чуть что ну что поспособствовало тому что она ну я еще посмотрю конечно эти видео и там уже следующем этом в следующем обзоре я как бы может быть вернусь к этой теме вот но короче меня это насторожило пиздец вот типа она такая я не ничего не пробовала но вот где-то на стримах там не очень как бы показывают такое состояние то что про юлю говорят в интернете то что мы видим и слышим из ее уст если это окажется ложью все охуеют ну тут никто не может не согласиться со мной правда потому что ну мы все видим что происходит с юли на проекте да какие истории она рассказывает как она это делает искренне и так далее клянусь если если окажется это все пиздежом я просто охуею очень-очень очень прям сильно поэтому думаю что не стоит пока делать никому каких-то выводов по поводу всех вот этих вот что это таня каширина написала себе телеграм-канал видела нет я уже написала полина по речи понятно ребят я вчера 100 тысячный раз попросила желтого ротика не подходить ко мне на финале записала ей голосовой который отправили ягличку естественно запятыми все со скобочками прошло пару часов и она пишет голосовое в своем чате в котором говорит о том что все равно собирается подойти ко мне это я расцениваю как дешевую провокацию человек меня не слышит у нее идея фикс использовать свой последний шанс постоять рядом с победительницей бля господи татьяне каширины кто-нибудь может поправить корону ну вы серьезно и это я хайпожорка блять я хоть раз сказала посмотрите какая охуенная заняла второе место она это слово уже сносит гораздо чаще меня хек за если она такая я вот не слышу что кто-то кроме тани это говорил кроме того контекста когда говорят вот она ваша достойная победительница да это единственный контекст которыми да ну как бы человек позиционирует себя здравым а на деле как всегда пусто знать красивые слова не означает уметь жить охуенный текст полина она строчила там давай-ка дальше да слава богу конечно мне чтобы на такое дно опуститься я не знаю где мне надо быть так пожалуйста таня ты вот так же любишь общаться через вот это вот все просто таня угомонись честное слово тоже ты победительница уже блять знают все даже те кто не знают что такое проект пацанки я уверена ты уже всем все рассказала может быть тебе сделать татуировку что ты победительница 6 сезона давай я тебе оплачу хочешь только вот с короночкой можно вот здесь а у тебя там вроде занят ну типа можно сзади там короночка и победительница 6 сезона вот так можно четко блять какая зависть господи да можно можно пройти все то же самое только в другом сезоне поэтому тебя кидаю хотя бы небольшой фильтр понимаю все зай у меня здесь психология на я понимаю на сейчас будет таращить меня у меня тут серьезная вообще-то я уже то не хотела говорит заблокирую одного чечек вот то заебала уже капсулом писать что таня лучше таня что ли сама пишет без бога ради если таня лучше о ваших глазах зачем вы идете ко мне и пишите пытаетесь мне навязать что таня лучшая ну зачем если у меня есть свое мнение по поводу этого человека я не понимаю вы думаете она когда-то изменится никогда не изменится все никогда абсолютно папа 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 вот кира очень сильно начала раскрываться она прям она прям бурно очень рассказывает о том что ей нравится то что с ней сейчас происходит и я в ее словах прям увидела себя ближе к концу проекта когда я уже поняла что все это со мной про а после проекта так я вообще я настолько всегда благодарю проект только за то что он мне дал возможность побороть все свои какие-то за что он мне дал ольгу кравцову потом за то что он мне дал побороть какие-то свои страхи вот такие вот моменты все больше не за что говорить спасибо абсолютно не за что вот поэтому тут я хиру полностью вообще понимаю и так далее тиньков спасибо большое вот идем дальше идея сумасшедшая реально исходя из ее рисунка ну это правда что-то с идеей вообще не то я до сих пор не могу понять что происходит а в свете последних событий из-за ее вот этих вот непонятных эфиров там да что-то там какие-то stories я вообще блять не понимаю что блять здесь у вас происходит вот я реально я смотрю и думаю что блять здесь у вас происходит почему она пытается ну почему она закинула такую утку что ее типа вернут идея блять ты чё это идея сказала что она написала у ли лаули альбелта вне блять чтобы ее вернули а дальше это все разнеслось хуй пойми во что а еще она а еще очень интересно как так идея выкладывает stories и в конце пишет это это уже мы так можем писать потому что мы ну прошли какой-никакой такой путь блогерский да и мы как бы знаем как где что заинтересовать зрителя потому что и зрителя и всегда нужно чем-то заинтересовывать идея такая ебай там такая история ставьте реакции расскажу дальше еб ты ж моя блогерша блять а что она же смотрит блогеров ну да она уже прошаренная все пиздец и заодно и лайфхаки ну да я вот не знала знаешь таких лайфхаков не использовала их никогда в своей жизни только после того как появились в моей жизни контент-мейкеры какие-то которые подсказали все эти штуки до этого никогда хотя я хайпажорка все о руси как и идея такая я снова об огнях снова вот вот такая вот штука алиса алиса сразу для меня не тот человек которого показывают визитки и почему когда блять ей не как это сказать почему когда ей делали визитку нельзя было ее ну представить немножечко в другом свете потому что то что показано в визитке то что мы видим на экранах это два разных человека абсолютно абсолютно и из-за этого складывается такое предвзятое к ней отношение понимаете ну типа блять канал сам делает вот это вот все зачем непонятно ну типа там какие-то может монтажеры новенькие ну я чуть не понимаю этого момента потому что алиса очень рассудительная телка спасибо за донат алиса очень рассудительная телка и ну типа она реально ну типа нормально излагает свои мысли визитка очень сильно приукрашена но я не буду говорить что у алис нет проблем они есть они безусловно есть она очень одинока и недолюблена как большинство детей как мы как как я как оля может там ну как многие короче многие кто вот примерно нашего возраста сейчас я не знаю как обстоят дела многие семьи поменялись но с учетом того что я вижу что у первоклассников есть айфон чуть ли не последней версии знаете но мне складывается впечатление что мир немножко поменялся не думаю что сейчас кто-то кого-то пиздит шлангом от пылесоса знаете ну хотя есть конечно такие индигу блять но не знаю как то мне кажется все по другому а тогда было вот так как было и я начинаю Алису понимать я вообще выкидываю я просто беру вот эту вот визитку и я выкидываю ее нахуй вообще абсолютно не смотрите на визитку Алисы смотрите на Алису вот с момента как она вернулась все вот она вот есть Алиса дальше она расскажет о своей проблеме и дальше мы уже с ней познакомимся визитку вообще не берите во внимание абсолютно это моя вам рекомендасье иначе смотреть будет не очень понятно вилка сидит елозит там ей за это потом сделали на выгоне на втором выговор что она там ну типа блять не усичивает и так далее я еще раз говорю вы посмотрите на вилку блять на синхронах почему ну никто не понимает что человек находится под действием каких-то лекарств ей хуёво вы ну вы все же видите да в каком она состоянии какие у нее глаза там ну вот это вот все я не очень понимаю к чему это дает со стороны Полякова Татьяны Алексеевны я честно не понимаю ну блять от Полякова конечно я говорю это не удивительно но я считаю так не ведет себя преподаватель вот я как считаю если ну как бы кого-то интересует мое мнение по поводу Татьяны Алексеевны я выскажу его к началу восьмого сезона дальше кладбище очень интересная штука я очень долго думала где же эта локация мне казалось что это задний двор дома но нет это не он их явно куда-то вывезли очень интересная штука такие штуки как истории истории реальные истории реальных людей да ты можешь в обычной жизни где-то услышать одну-две истории да поплакать в моменте но ты не знаешь что ты выйдешь из бара блять с этим человеком разойдешь в разные стороны скажешь да ну его нахуй да ну эти все наркотики да не было это нет а здесь когда ты постоянно находишься в погружении каких-то ситуаций общаешься с реальными людьми на реальные темы тут у тебя такое перемыкает в голове клянусь вот эти вот штуки я думаю что после вот этого кладбища девочки назад ехали домой я уже заикаюсь блять и ну типа очень много переосмыслили в своей голове мне кажется потому что потому что потому ну потому что такие моменты они реально просто блять переворачивают все с ног на голову клянусь вот и ну там как бы говорить о девочках нечего в большинстве случаев высказалась только Лера молодец ну там на таких испытаниях они изливают душу там судить нельзя никого ни за что вот второй выгон ожидаемо что Лера заберет ленту еще с самого начала серии были косяки но про удар ногой в лежачего человека я вообще молчу ну вот этот момент уже показывают нам на выгоне ну это конечно это очень пиздец как я уже говорила в первом эфире да сегодняшнем что ну типа бить толпой там да бить ногами лежачего это просто пиздец это пиздец какой рамс очень сильный рамс так нельзя делать ни при ни при каких обстоятельствах абсолютно Лере дали черную ленту я это пропустила но я это помню потому что мне об этом сказала Оля ну ничего а потом ну знаете будет стимулом когда человеку дают белую ленту он такой ебать ебать тут он накосячил накосячил что он получает черную если у нее есть какой-то синдром отличница знаете как у как у гороховой допустим то она будет въебывать еще больше и после этого она получит белую ленту ну это должно по идее работать так ну естественно на все воля божья блять Ольга вон сколько пыталась пыталась все нахуй повырезали 4 черных ленты а потом одесса мига блять так Диана вот это вот ее не обещание я не обещала с нее за это спросят она играет не понимает с чем играет клянусь она думает что она такой невъебенный игрок такой потрясающий стратег хуй нет клянусь вот сейчас до первой синьки все там пойдет пизда по лужам это с ней сыграет очень злую шутку за это с нее спросят это все это все фиксируют блять редактора все фиксируют камеры понимаете все это фиксируют и потом будет за что доебаться обязательно поэтому не провоцируйте блять дорогие участницы я просто думаю что мало ли кто-то смотрит столько времени прошло неизвестно кто вылетел может кто-то из девок залетел на эфир привет девчонки я тут немножко о вас говорю вот идем дальше вот я уже говорила про вилку что до нее доебались ничего Настя очень хорошо раздает на синхуранах раздает в плане она вся такая вот очень много говорит пиздахихоньки дохахоньки ну человек я еще раз блять скажу что она смотрела реально все сезоны и как бы знает где где и чем надо вывозить чтобы тебя больше показывали чтобы тебя дальше продвигали и я вот как сказал в прошлом в прошлый раз еще 2-3 серии если она остается я отвечаю вам ее тянут клянусь потому что ну я все у меня до свидания по поводу Насти идея как подросток не знаю что там у них за ситуация с родителями но то что мы слышим в серии это аудио что у нее супер хорошие родители и так далее и как бы если бы моя мать мне тогда на 3 серии в телефонную будку сказала доча прости меня блять христом богом за все вот это вот гамнище приезжай домой я тебе сейчас куплю билет уходи с этого проекта блять приезжай домой мы сейчас с тобой сядем посидим все обговорим Олю забирай вот это вот кота вези своего сейчас мы будем свататься блять я бы только в путь знаете блять я бы уже на чемоданах сидела ну как бы и Лаура знаете она так завуалирована намекает на дом что ну как бы идея мы тут пришли вообще ну как бы с нихуя и как бы за вами приехала мама адьос амигус и все и вот как бы ее на такой доброй позитивной нотки все у вас будет хорошо до свидания вот 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 и все а потом что-то сейчас вот какие-то вылезли такие штуки но я не слежу честно за этими подробностями просто где-то вижу слышу но не понимаю что происходит пропустила я что-то про ее операцию там когда говорили или это не ее операция ну не думаю что это особо важно ее отправили домой сказав что в целом ну как бы на проекте делать ей нечего мне кажется ей нужен был какой-то такой знаете адреналин а каково это там с такими девочками вот а как это ну мне это кажется но это не говорит абсолютно о том что у нее нет каких-то проблем блядь давайте так у всех есть проблемы у всех блядь кто не дрочит тот пиздит вот такая вот есть фраза на этот случай вот показывают просто иногда нам героев так что хочется подумать что у них нет никаких проблем но это не значит что их реально нет потому что у всех абсолютно есть проблемы любые блядь даже если не психологически то финансовые это тоже проблема знаете вот и что у нас состоится тизер из тизера видно что очень много слез что собственно привлекло мое внимание плакать мы будем много или нам показывают что мы будем много плакать ну типа знаете по три секунды взяли нарезали до хуи сейчас слез поставили грустную музыку а по факту покажут две секунды посмотрим посмотрим как это будет но крики Лизы меня очень сильно насторожили наконец-то раскроется тема вот этого вот кто это там блядь человек которому вечно я вижу блядь но не понимаю кто это парни бывшие или что-то типа того вот наконец-то мы услышим эту историю наконец-то вообще Лиза раскроется потому что пора уже блядь раскрыть человека человека сейчас буквально ну хотели запинать блядь толпой понимаете и правильно Лиза сказала я знаю ваши истории вы мою не знаете почему вы говорите что мне здесь нехуй делать вы же даже еще ничего не слышали вот это правда поэтому я надеюсь что в следующей серии когда Лиза раскроется мы наконец-таки ну проникнемся каким-то состраданием и я уверена что это будет на какой-то психологии где девочки ее поддержат почему-то я в этом уверена ну либо я искренне либо я искренне на это надеюсь вот собственно и все пишите комментарии ставьте лайки репосты туда-сюда чик-чирик всем спасибо за вашу поддержку и спасибо что вы здесь остались на целый второй эфир в таком большом количестве людей мне очень приятно делать для вас эти заметки высказывать свое мнение где-то я бываю грубак где-то рисковато но я хотя бы делаю это публично а не в других местах поэтому это всего лишь мое мнение не является афертой и вот это вот все короче все пошли титры всем пока афертой афертой